всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет о таком интересном растении платицериум как его еще называют за его схожесть оленьи рога это папоротник эпифит в природе он встречается на деревьях или на каких-то скалах вот такие красивые листья у него на листочках имеются такие бархатистые ну в общем как ворсиночки такие это не нужно убирать потому что этими самыми ворсинками он задерживает влагу и питается конечно если быть точным то это не листья а ветки или можно назвать их еще и вами у него есть верхние ветки это допустим зеленые да но у него есть еще и стерильные ветки эти они находятся вот они похожи как на сухую такую кору напоминает но их ни в коем случае нельзя убирать так эти его стерильные веточки они оберегают корневую систему то есть они когда растение разрастается они полностью его закрывают и тем самым создают благоприятные условия для корневой системы то есть там накапливается влага какие-то допустим от коры и что-то там попадает даже вот эти всякие мошки в общем насекомое тоже этим всем питается этим растением очень хорошо украшать интерьер декорировать потому что его можно допустим в какой-то ящичек до подвесной такой раз кашпо сделать потому что он же будет этими своими стерильными веточками он будет закрывать это все в чем находится и это очень красиво смотрится или на плоскую доску его можно прикрепить до повешать на стенку или можно сделать например вот такой вот как я ему сделала смотрите вот такая вот у меня ветка я вот здесь примотала разбить такой кувшинчик куда я буду его садить и вот это все как бы можно либо поставить до куда-то либо можно это все закрепить и подвесить на стену и тоже это очень будет смотреться интересно вот что я сегодня я хочу сделать это растение можно выращивать без земли для него идет состав кора и фармум мог можно и выращивать конечно высоких в озонах можно в подвесных кашпо в общем очень интересное растение и очень красиво смотрится я буду использовать кору вот такой для орхидеи почвогрунт у меня просто немного коры все равно вот эту плашечку положу и мог сфагнуть ну что приступим вот совсем немножечко горсточку сейчас я открою пакетик с мухом но мог то сейчас я немножко размочу я его сейчас из поляризатора побрызгаю на него чтоб он мне можно было его замотать ну вот так вот я его смочу чтоб мне удобно было с ним работать и сейчас я аккуратненько его чтобы не повредить достану вот отлично одни корни даже нечего будет утряхнуть вот таким образом ну вот как то так теперь я его тоже закреплю и мог тоже закрепить нужно на нем чтобы держался и вот в эти пустоты я просто сейчас заполняем мухом и он просто потом своими листьями которые стерильные он вот так вот все вот это обхватит вот этот кувшинчик и будет вообще классно вы наверно думаете как я его буду поливать я вам покажу как я его буду поливать сейчас я это все дооформляю дооформляем а теперь мне нужно зафиксировать его тоже нитками чтобы он никуда не делся ну и мог чтоб не чтобы он никуда не было чтобы он никуда не был и 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 а и и и и получилось смотрите супер просто но этого не будет видно ничего и он своими стерильными листьями когда будет взрослый уже будут взрослеть они будут больше он вот этот вот чашу мою вот эту он ее обхватит и будет вообще смотреться классно у нас часто смотрится очень хорошо мне прям нравится вообще как получилось и сейчас я вам покажу как я буду его поливать мне очень нравится очень оригинально смотрится не просто в кашпо а вообще он наверное подумает что он просто попал в какие-то свои условия произрастания в общем сейчас я его поставлю на место или подвешиваю и вам покажу вот так получилось я считаю что очень оригинально очень красиво смотрится и я думаю что ему тоже понравится так расти здесь окно то есть и на него как бы такой рассеянный свет то что нужно какое красивое растение и как она украсила интерьер просто вообще мне очень нравится и сбоку тоже хорошо смотрится очень и всего для этого нужно коряга потом разбитый горшок какой-то я думаю тоже можно найти везде хозяйстве и мог спагнум и немножко коры и все что дерзайте творите все в ваших руках увидимся в следующем видео и и и